Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Я благодарна нашему опытному модератору за то, что предоставили мне слово немножечко впереди, чем это было запланировано. Действительно, потому что это доклад такой, так скажем, общего очень характера. Я обозначу основные направления, над которыми работает Федеральное архивное агентство в сфере нормативно-правового регулирования в архивной сфере. И в том числе в этой деятельности активное участие принимает в НИИДАТ как подведовственная Росархива структура. Конечно же, доклад будет представлен с акцентом на развитие информационных технологий и на те решения, которые предлагаются у нас с электронными документами в самом общем ключе, поскольку сейчас, как вы знаете, идет активная проработка вопросов работы с электронными документами в части их приема на государственное хранение, их учета, использования, обеспечения их аутентичной достоверности, целостности и пригодности для использования в рамках концепции создания филиала ГАРФа в городе Обнинске, где будет осуществлено хранение электронных документов. Надеюсь, что следующие коллеги, которые будут выступать, в частности, Павел Алексеевич Кюн, который является участником этой рабочей группы, расскажут поподробнее о тех конкретных решениях, которые уже сейчас не принимаются, еще не принято, но обсуждаются. Но я хотела сказать о том, что Федеральное архивное агентство активизировало свою нормативно-творческую деятельность после того, как была изменена его подведомственность, изменен статус, когда Росархив был подчинен непосредственно президенту Российской Федерации, и в положении Федеральном архивном агентстве от 2016 года зафиксировано, что Росархив осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства. То есть, во-первых, функция нормативного творчества перешла к Росархиву, нет необходимости согласовывать документы и утверждать их через Минкультуры, это очень важно. И кроме того, сейчас Росархив занимается нормотворческой деятельностью, в том числе и в сфере делопроизводства, чем Росархив очень долго не занимался, и в этом ключе была утеряна преемственность делопроизводства и сферы архивного хранения, когда нет контроля над сферой делопроизводства, соответственно, нет контроля над тем, что и как мы получаем на постоянное хранение государственной муниципальной архивы. Кроме того, Росархив приобрел функции по контролю в сфере делопроизводства и архивного дела, так что он сейчас является контрольным органом и, соответственно, в этом же ключе и рассматривает все нормативно-правовые акты, которые через него проходят. Деятельность Росархива осуществляется в общем стратегическом русле развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, где среди приоритетных задач обозначено развитие технологий электронного взаимодействия граждан Организации госорганов и органов местного самоуправления, применение в органы государственной власти Российской Федерации технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления, продвижение проектов по внедрению электронного документа оборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным документам и ряд других. Эти задачи обуславливают необходимость разработки целого ряда технических, технологических, организационных решений, и в том числе обуславливают необходимость развития и изменений нормативно-правового поля. В рамках программы «Цифровая экономика» Росархив также стремится к тому, чтобы контролировать определенные процессы, принимать участие в разработке законопроектов и национальных стандартов. В частности, представители Росархива принимают участие в обсуждении законопроекта, уточняющего понятие электронного документа в контексте необходимости, в том числе и постоянного хранения электронных документов. Параллельно ведется работа по пересмотру понятия «архивный документ», который у нас зафиксировано в Федеральном законе номер 125 ФЗ об архивном деле РФ, где осуществлена в настоящее время непосредственная связь материального носителя информации с собственной информацией, что у нас в настоящее время не подходит для цели хранения и приема на хранение электронных документов. Так что эта работа по уточнению понятия «архивный документ» и «электронный документ» ведется параллельно. Для решения очень многих задач в сфере, в том числе нормативно-правового регулирования и для выбора каких-то определенных практических решений необходима определенная проработка изучения накопленного опыта и зарубежного опыта, существующих стандартов, существующей научной литературы, предложений, опыта российских архивов, которые уже имеют достаточный опыт по хранению электронного фонда пользования, в первую очередь на котором отрабатываются определенные решения по хранению и электронных подлинников документов, и в том числе опыт хранения электронных документов, которые уже изначально поступили в архив в электронном виде, это в том числе и материалы статистики, и материалы переписи населения, и аудиовизуальной документации, и различные виды электронных документов, которые уже у нас хранятся. В рамках этой научной деятельности мы в прошлом году подготовили научный доклад «Документовические архивические аспекты проблем электронных документов». Эта тема в последний раз поднималась в 1999 году, то есть за прошедшие почти 20 лет очень много было всего накоплено, и этот доклад включает три части, общетеретическую часть, часть, касающуюся делопроизводственных аспектов работ с электронными документами в организациях, и вопросов хранения и комплектования учета и использования электронных документов в государственных и муниципальных архивах. В настоящий момент данный доклад рекомендован нашим ученым советом в депонировании, когда он получит свой номер, он будет доступен для широкой общественности. В настоящий момент подготовлен целый ряд проектов нормативно-правовых документов в сфере документационного обеспечения управления. Я начну с этого как последовательный, как первая часть жизненного цикла документа, который мы в настоящий момент стремимся весь полностью контролировать. Разработан проект правил делопроизводства в государственных органах и органах местного самоуправления. Конечно же, немаловажное место там занимает регулирование вопросов, работая с электронными документами. Эти правила будут призваны заменить собой правила 2009 года и планируются к утверждению в этом году. Кроме того, важнейший документ, который в настоящее время представлен в виде проекта для широкого обсуждения, это типовые функциональные требования к системам электронного документа оборудования и системам хранения электронных документов в архивах. Вы знаете, очень дискуссионное обсуждение этого проекта состоялось в Казани в прошлом году. Сейчас уже созрел ряд предложений по изменению и дополнению этих типовых функциональных требований. То есть, это будет документ обязательный к применению. И, соответственно, его очень сложно согласовать в настоящих условиях, когда уже многие организации уже внедрили в себе систему электронного документа оборота и затратили на это существенно финансовые ресурсы. Так что сейчас вопрос регулирования оказывается немножечко уже запоздавшим. В этом контексте очень сложно учесть все интересы, в том числе и коммерческую эффективность. Скажу о деятельности в области стандартизации. Из последних новостей утверждена новая редакция стандарта ГОСТ РСО 15489.1.2019 в части управления документами, понятия и принципы. Этот стандарт размещен на сайте Федерального агентства по техрегулированию и метрологии и вступает в силу с 1 января следующего года. Напомню также о недавно вступившем в силу стандарте ОРД требований к оформлению документов и скажу также о том, что разработаны методические рекомендации по применению ГОСТа, которые у нас выпущены в прошлом году и представлены на сайте Росархива и на портале Архива России. Последовательно перейду к сфере комплектования архивов и к сфере их хранения в организациях. Сейчас активно, очень активно мы пришли к завершающей стадии разработки перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного самоправления и организации с указанием сроков хранения. В настоящее время ведется еженедельное обсуждение членов Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве. Буквально вчера уже без нашего с Павловым Алексеевичем участия состояло следующее заседание. Обсуждение проходит достаточно плодотворно. Дискуссионным моментом является предложение о введении нового срока хранения до ликвидации организаций. Этот вопрос сейчас предложено и в нынешнем проекте перечня фигурирует, но подлежит еще дальнейшей проработке. По сравнению с предыдущим перечнем количество статей в нынешнем проекте существенно сократилось. Если в действующем перечне 2010 года 1003 статьи, то в нынешнем проекте перечня на том этапе, когда мы начали обсуждать в ЦПК, сейчас уже плюс-минус 10-20 статей, но было 656 статей. То есть, как видите, существенно сокращено. Сокращено за счет обобщения статьи по переписке, когда не по каждому небольшому блоку была представлена переписка. Переписка, соответственно, угрупнена. За счет этого произошло обобщение. И, конечно же, все статьи перечня, все заголовки документов, видов документов, приведены в соответствии с действующим законодательством. Юристы очень хорошо проработали. И сроки хранения также не преуменьшают и не преувеличивают те сроки хранения, временного хранения документов, которые у нас установлены иными действующими законодательными актами. Соответственно, в ближайшее время, уже в июне, планируется представление этого проекта на обсуждение архивной общественности. Затем последует обсуждение на портале регуляйшн. И затем, соответственно, предстоит процесс утверждения его в Минюсте. Тем не менее, в феврале 2019 года на расширенном заседании коллегии Росархива руководителям Росархива было обозначено, что данный типовой перечень будет последним из такого вида традиционных типовых перечней. В настоящее время Росархив приступает к разработке в начале концепции реестра видов документов. То есть это будет информационная система. Это нового совершенно вида документ, динамический, регулярно пополняющийся и изменяющийся, что позволит нам избежать такого устаревания постепенного перечня и необходимости соблюдения установленных им правил. В настоящее время, как я уже сказала, ведется разработка концепции этого реестра, потому что необходимы определенные полномочия по ведению этой информационной системы. Необходима специальная государственная программа, которая будет финансово поддерживать. И, собственно, те структуры, которые будут отвечать за ведение реестра видов документов. В частности, необходимы полномочия должны быть предоставлены Росархиву. Параллельно эта работа спланирована на два года. В 2019-2020 годы идет разработка перечня видов правильнических документов, относящихся к составу архивного фонда Российской Федерации. То есть это документы постоянного срока хранения, создание хранения которых осуществляется исключительно на бумажном носителе. То есть тех условий, когда электронный документ у нас активно входит в нашу жизнь и происходит их передача на постоянное хранение в архивы. Параллельно у нас существует и проблема архивной полки. И у нас существуют также и возможности того, что параллельно у нас существует документ на бумажном или в электронном виде. Соответственно, чтобы эти процессы и эти потоки разграничить в условиях того, что архивы у нас предназначены как для приема бумажных документов, так и сейчас у нас создаются возможности и инфраструктура для приема электронных документов. Соответственно, на этой стадии Росархив представил, соответственно, такую концепцию, то, что необходимо пока что нам разграничить и по объемам, соответственно, упорядочить потоки документов, поступающих на бумажном носителе и в электронном виде. — Елена, а можно по пути? — Да. — На предыдущем слайде. Реестр — это все-таки справочник, частично повторяющий перечень видов управленческих документов или что-то, что за данные, что за информация, будет ли он доступен коммерческим организациям? Это следующий вопрос. И задумываетесь ли вы о централизованном справочнике, все-таки перечне видов управленческих документов, для того, чтобы наподобие как к ФИАСу имели доступ, к Югрюлу и так далее, да, все компании не вели у себя, так скажем, не тратили много времени на изменение этой информации. То есть мы интегрировались просто с этим спортом. — Я, возможно, скажу, пока что, возбежу свою точку зрения, поскольку концепция должна быть разработана к концу этого года и согласована с Федеральным архивным агентством. Но вы должны понимать, что это будет, должен быть документ, вернее, система, которая является не справочником. Она устанавливает определенные требования. Требования к видам документов и срокам их хранения. Значит, сколько будет уровней в этом реестре, это пока еще и должна быть обязательно открытая система, в моем понимании. Ну, позвольте этот вопрос оставим на следующий год, когда эта концепция уже будет официально, да, так скажем, согласована с Федеральным архивным агентством, потому что в настоящее время ведется много споров. Значит, реестр, значит, реестр как перечень или реестр как классификатор. Классификатор — это гораздо больше объем, значит, и информации, и ответственности. Соответственно, как я уже сказала, немножечко подожду с ответом. Вернемся, значит, к деятельности по нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела. В прошлом году разработаны правила организации хранения и комплектования учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, в музеях, библиотеках, научных организациях, входящих в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации. В настоящий момент эти правила находятся на регистрации в Минюсте. Документы по сравнению с действующими правилами вам покажутся, возможно, сильно измененным. Хочу сразу сказать, что концепция Минюста по подготовке таких нормативных правовых документов, как правило, сейчас такова, что это не только инструмент для организации текущей деятельности архивных учреждений, но также и как инструмент для деятельности контрольно-надзорных органов. То есть все положения должны быть конкретно проверяемыми, применяемыми, и, соответственно, контролирующие органы могут проверить так или не так. В частности, из новых правил совершенно ушли критерии экспертизы ценности. Про них уже сегодня говорили, что они носят личностный характер, и, соответственно, никто, никакое третье лицо не может сказать, вы сделали правильно или вы сделали неправильно. Соответственно, все критерии экспертизы ценности ушли. Ушло очень много моментов, которые имеют такой либо общий характер, либо характера объясняющего, методического характера. Сразу хочется сказать, что к такому сухому по форме документу требуется принятие ряда других нормативных правовых и методических документов. В этом году, уже к концу года, должны быть подготовлены методические рекомендации, мы занимаемся подготовкой этого документа, по применению этих правил, где каждое положение правил будет разъяснено в части их методики, их применения. Что касается электронных документов, то в правилах обозначены лишь самые общие позиции, которые обусловлют возможность приема на хранение документов как на обособленных физических носителях, так и по информационно-коммуникационным сетям. Также установлена необходимость их учета в описях электронных документов с приложением реестра к этой описи. То есть самые общие, базовые, неизменяемые на протяжении десятилетий принципы здесь заложены. Что касается правил работы архивов организации, то действующие правила, хотя утверждены недавно, в 2015 году, они будут перерабатываться уже на следующий год. В частности, предметами дискуссии в настоящее время является контейнерный способ передачи электронных документов, использование формата PDF-А как единственного возможного для передачи и хранения электронных документов и другие. Однако, опять же скажу, что к действующим правилам 2015 года подготовлены методические рекомендации по их применению, которые размещены на сайте Росархива и на портале «Архивы России». В настоящее время в этом году, недавно осуществляет подготовку проекта правил организации хранения, комплектования, учета, использования научно-технической документации в организациях. Это те правила, которые уже давно ждут свое появление на свет, потому что последний такого рода документ у нас относится к 1988 году. То есть этот документ был создан совершенно для другой системы, он действовал в другом государстве. И сейчас у нас создана группа экспертов, специалистов, которые разрабатывают эти правила. Я думаю, что Павел Алексеевич затронет некоторые проблемные моменты, которые у нас возникают в рамках своего выступления, которое непосредственно посвящено организации рабостно-технической документации. Ведется одновременно разработка и подготовка к утверждению порядка госучета, который должен включать в себя также и действующий временный порядок автоматизированного госучета, порядок признания документов архивного фонда находящимся в недоторительном физическом состоянии, что важно в рамках наших взаимоотношений с пользователями, положение о введении в госреестра уникальных документов. В прошлом году внедатом разработаны рекомендации по включению уникальных документов госреестра. Эти документы в этом году активно обсуждаются и будут приняты параллельно, одновременно. И разрабатываются типовые нормы времени и выработки на работу и услуги, выполняемые оказываемым гос- и муниципальными архивами. Здесь ряд методических рекомендаций, которые служат нам в помощь по применению нормативно-правых актов, которые, как я уже сказала, носят достаточно сухой характер и нуждаются в дополнительном комментировании. Это методические рекомендации по разработке примерных номенклатур дел, по работе с документами по личному составу и методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторских смежных прав, доступа и порядка использования таких документов. В завершение я вас приглашаю на нашу 26-ю международно-научно-практическую конференцию, которая состоится в Москве 7-8 ноября 2019 года. Приглашаем к тому, чтобы поучаствовать в конференции с докладами и присутствовать на ее заседаниях. Спасибо большое.